Мир и искусство всегда кипят страсти. Что-то превозносится, что-то осуждается. Наверное, потому что в искусстве нет ничего бесспорного. Для одних живопись буйство красок, для других гимен формы. Читая великих, поражаешься, как часто фигурируют в их судьбе слова несправедливости, недопонимания. С первым я ничего поделать не могу, но вот что касается познания, может сегодняшний рассказ немного приблизить нас к мастеру, создавшего пластикохудожественное направление пространственной живописи. К простому гению 20 века. К простому гению 20 века. В этой мастерской творились многие шедевры, которые сегодня экспонируются в нашем музее. Я думаю, что тут витает дух Кучара, и потому так дорого очень многим нашим посетителям обязательно быть здесь. Ирон Кучар, как и большинство талантов, особо ничем не отличался. Так же, как все, перевернул мир и видоизменил понимание современного искусства. Начиная с 1923 по 1936 год Кучар жил и творил в Париже. Там он создал новый пластикохудожественный стиль в живописи, названную «Живопись в пространстве» или «Пендио dans l'espace». И как пишет о нем очень известный французский искусствовед Вальдемар Жорж, что его творчество надо рассматривать в контексте развития современного искусства, которое за несколько лет переобразило все наши представления о живописи и перевернуло мир. Был гоним, страдал, ощутил на себе сладкий, едкий взгляд толпы. Как и многие изурядные гении, был костью в горле у правителей всех мастей, я говорю о советской номенклатуре. Отсидел, пройдя через пыточные камеры. Об этом свидетельствует частичная потеря слуха, да и не только. Но он всегда был свободен и творил в пространстве и во времени. Он имел в Париже в течение этих 13 лет приблизительно 5 персональных выставок и участвовал в очень значимых международных выставках, как «Осенний салон», «Салон независимых», «Салон сверхнезависимых». И критики, теоретики искусства его быстро заметили и начали писать о нем очень лестные статьи в разных известных журналах и газетах, таких как «Ревью Модерн», «Лез артист д'Ажурдуи» и другие. Ему подчинялось все – камень, бумага, медь, гипс, бронза. Он был безумно разносторонним. Его философия жизни, как и у всех, неповторима. Я всегда стоял на том, что живость – мыслительный процесс. Если вникнуть в творческую лабораторию признанных живописцев, то нельзя не заметить их желание вооружить глаз и кисть мыслю. Необъяснимо с точки зрения простого обывателя, зачем, имея признание успех семью во Франции, и не лишним будет упомянуть, что он выставлялся с такими же заурядными гениями, как Пабу Пикассо, Леже, Бранкузи, Джорджио де Кирико. Так вот, зачем в расцвете сил приезжать в СССР и попадать под каток презрения, отторжения, неприятия? Всем очень интересна причина, почему он вернулся. Но там есть некоторые версии, что, во-первых, мир был в преддверии мировой войны, второй, и потом он в течение этих 14 лет очень соскучился по своей семье и хотел обязательно встретиться с матерью и с сестрами, и вот возвратился в Армению. Кто-то говорил, что его толкает на этот шаг ностальгия и стремление вернуться в детство. Кто-то, что всему причинам мощная советская пропаганда, под обработку которой попадает не только он, а еще 1800 представителей прогрессивной интеллигенции. И вот они, получившие советский паспорт, вместе с Кхачаром возвращаются из загнивающих стран строить светлое будущее. И плюс, может быть, для него идея распространения этих новых веяний в искусстве, авангардных нововведений мировых, очень хотел распространить эти идеи из-за идеи армянской молодежи, которая, может быть, по его мнению, была готова воспринимать все эти новые идеи. Он ступил на советскую землю, как венецианский дождь, в берете, костюме длинного покроя, с тростью и с жаждой перемен, с энергией новатора и с желанием делиться и помогать. Как рассказывают его друзья, как-то раз он заявил, «Ребят, вы что-то не то делаете, давайте напишем манифест». Ответ – тишина. Лишь тихий, неуверенный голос друга детства в углу. «Ервант, у нас здесь Берия». На него писали доносы, обвиняли в антисоветской пропаганде и контрреволюционной деятельности. Ну и, конечно, формализм. Куда без него? Первая его персональная выставка открылась только через 30 лет его возвращения. Здесь его и арестовали на следующий день после начала войны, 23 июня 1941 года. И он был освобожден только стараниями своих друзей из нарсисиановской семинарии, Кару Алабян и Анастаса Микояна, которые в это время занимали очень важную роль в правительстве Советского Союза. Он оставил на чужбе не все. И знал ли он, что больше никогда не вернется в Париж, что никогда не увидит жену, которая организовывала выставки, под предлогом которых пыталась выцарапать его из лап советов, победить железный замовец. Но, увы, система оказалась сильнее. После многочисленных неудачных попыток она покончила с Аббой. Но это уже другая история. Но очень грустно, что по его же воспоминаниям или по его же словам, как только его нога ступила на советскую землю, сразу же у него появилось желание вернуться назад. Ну, несмотря на невзгоды, он создает немало гениальных произведений, постепенно, по крупицам, собирая понимание красоты вокруг себя. Он преподает, делится знаниями, опытом, наработками. Но разве возможно передать дар? Возможно ли объяснить суть? Скорее, нет, чем да. Его обычный путь гения пройти дано лишь, наверное, ему одному. Как обычно говорят в таких случаях, он не понят, но время все расставит по своим местам. В 1975 году на открытии памятника Вартану Мамиконяну выступление Кучара было коротким. Он сказал, что Пикассо говорил, что он боится времени, а моя надежда на время. Он говорил, душа художника подобна столбику термометра, поднимается и опускается вместе с биением жизни. Она барометр времени. На одну выставку не взяли его картину «Натюрморт. Книга с фруктами». Потому что, когда его спросили, какая книга тут изображена, он ответил, что, допустим, капитал Маркса. И вот обвинение было, что как можно на такую книгу изобразить фрукты, сок которых может вытечь и испортить книгу. После грозы обычно выходит солнце. После тюрьмы, творческой изоляции в 60-е годы наступает сравнительная оттепель. И Кучар создает такие шедевры, как ужасы войны, орел взвортноца, меланхолия, экстаз, музык, кибернетики, вардан Мамиконян, памятник Давиду Сосунскому. Идея создания которого была, кстати, приворочена к тысячелетию одноименного эпоса. Я долго вынашивал образ и ждал, говорил, у Кучар. Десять веков было в запасе, а мне предложили, когда до юбилея оставалось всего полтора месяца. Он создал скульптуру из гипса на привокзальной площади в рекордно короткие сроки. Всего за 18 дней. К сожалению, ее уничтожили в 41-м году ссылась на вопиющий намек мастера, мол, всадник с мечом смотрит в сторону дружественной Турции. Благо, в 57-м году власти решили восстановить памятник собирательному образу армянского народа. И это уникальное творение становится символом. В истории мирового искусства единичные такие произведения, которые из материи превращаются в идею, олицетворяющую дух народа. Пару слов о средневековом эпосе, который включен в нематериальный список культурного наследия человечества. Он сложился, предположительно, в 7 веке. Эпос основан на реальных событиях, где описана борьба жителей области Сосуна, ныне находящегося на территории Турции, с арабскими захватчиками. Особо ярко представлен образ Давида, спельчивого юноши, ищущего справедливости. О его подвигах знают, наверное, каждый. Но наиболее узнаваемый бой в эпосе это сражение с мастерами Лига. В мгновение этого противостояния Ярван Кучар запечатлел в кованой меди. Магия скульптуры таит один секрет. С любой точки, откуда бы вы ни посмотрели, вам кажется, что это тот самый выгодный ракурс. Это удивительное ощущение. Об этом произведении можно говорить часами, обращая внимание на тонкости, и каждый нюанс трактуется живо и убедительно. Например, почему всадник именно так по-особому держит оружие. Оказывается, давит пахарь, и меч у него как коса. Или боковые швы, обшитые козьей шерстью, которая защищает воина при скольжении сабли. Этот атрибут, как и другие, в точности повторяет национальный боевой костюм. Кочар говорил, в художественном произведении нет ничего второстепенного. И этот тезис доказывает его работы. Иосиф Арбели как-то сказал, Давид Исасона подлинно велик в ряду других эпических сказаний, создавшего его народа. Говорят, изданно более 50 вариантов эпоса, записанных в разных уголках Армении. Многим до сих пор непонятно, как обычный человек может создать такую мощь, такую силу, закованную в веках. Примеру картину ужаса войны. Она создана вперед холодной войны, которая, как вы знаете, в любой момент могла перерасти в открытый вооруженный конфликт и даже ядерную катастрофу. Но в картине вы не найдете прямых намеков, сходств с реальными персоналями или действующими лицами. И даже атрибутов, принадлежащих какой-либо эпохе. Этот умышленный уход от конкретики еще больше дает просторы для фантазии и усиливает восприятие. Кучар говорил, когда умолкнет война, мы с опозданием осознаем свою ошибку односторонне отдаваться политическим течениям. Музей Ерванды Кучара был открыт на базе его мастерской в 1984 году. Микеланджело создал пленников мышечной мощи, окованными. Я же создал окованных пленников мысли и души, говорил Ерванд Кучар. О меланхолии. В его произведениях по-особому представлены соотношения пропорций вечного бытия, жизни и смерти. Он задумывается о разрушительной силе человеческой цивилизации, о дисгармонии человека и природы, о варварском потреблении ресурсов. Преобразуя созданный Богом мир, человеку рано или поздно придется ответить за свои деяния. Сейчас, конечно, сложно гадать, прикидывать, а что было бы, если бы, да кабы, Ерван Кучар не приехал в Советский Союз. Вопрос открыт для размышлений. У нас в музее есть возможность получить наиболее полное представление о его творческом пути, так как у нас экспонируются живописные, скульптурные, графические произведения всех его основных трех периодов творческого пути, тифлийского, ереванского, парижского периодов. Предложение из статьи Ермана Кучара так и не опубликованное. На мой взгляд, очень точно характеризует его советский период. Родник, который непонятно откуда, по капле набирается и откуда-нибудь находит выход, так и творческая энергия мастера пробивалась сквозь давление, фальсификации, зависть. Он продолжал творить и где-то назло, где-то вопреки. Говорят, что когда ему сообщили о присвоении звания народного художника СССР, ни один мускул на лице не дрогнул. Он был абсолютно безразличен, и этот факт очень точно характеризует его и описывает реальное положение вещей. Из истории создания памятника Вартану Миконяну, предводителю освободительной войны 451 года. Мой Вартан, он не боится смерти, он знаком со смертью, он сломил ее. Вартан, как орел, врезается в войско врага сверху, с налету. И правда, памятник парит. Единственное, отвлекает советскую архитектуру от погружения. Хотя, может, как раз на фоне типичных многоэтажек памятник кажется неземным. По-моему, истинная живопись это книга жизни, написанная художником. Говорил Качар. Автор станковой и монументальной скульптуры также обладал музыкальным слухом. Играл на скрипке и пел в хоре Нерсосяновской семинарии, в составе которого творил и кумитаз. Он преподавал, писал статьи и создал уникальные восковые краски, которые даже запатентовали. Я бы хотела окончить фразой Качара об искусстве, которая вошла в книгу, вышедшую в свет в прошлом году «Качар. Я и вы», где были представлены его воспоминания о разных художниках, его высказывания об искусстве, философские размышления. Ценность и красота картины не в том, что на ней изображено, а в том, что не изображено и таится за изображением. Все видимое в картине всего лишь ремесло. В миссии же художника суметь показать невидимое. Вот в чем магия искусства. Какая разница между дураком и гением? Возможности гения ограничены. Вот он и страдал, не обращая внимания на недалекое окружение, которое всячески вставляло палки в колеса. Я вот подумал, не пытайтесь даже сравнивать с талантами 20-го и 21-го века. Чтобы прославиться, сейчас не нужно обладать даром, талантом, работоспособностью, создавая головокружительные и уникальные произведения. Достаточно пройти по улице голым или набить наколку на лице. Вот и все дела. В Советском Союзе был принят только один художественный стиль. Это реалистический социореализм. Но, конечно же, картины Кучара были пропитаны совершенно другими идеями, авангардистскими, философскими. Это было очень опасно для народа, который стал бы думать и входить в суть вещей. Он считал, что лучше вырастить в себе гений, чем всю жизнь выдавливать из себя раба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова